В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Новая поликлиника в поселке Боброво распахнула свои двери. Жители моего избирательного округа теперь очень рады, то, что в шаговой доступности теперь есть место, где можно сделать и профилактику, и обследование. Готовы ли школы муниципалитета к началу учебного года? В целом школа в хорошем состоянии и к 1 сентября готова. Открылся выставочный проект «Здесь Немирович. Театральная история в горках». И он придумал вот эту историю, что Владимир Иванович Немирович Данченко как бы приезжает наконец в гости в горке к Зинаиде Григорьевне. В поликлинику рядом с домом жители поселка Боброво ждали долгое время, и теперь здесь появилось медицинское учреждение шаговой доступности. Ленточку в торжественной обстановке перерезали депутат Московской областной думы Владимир Жук и заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Эта новая поликлиника в Боброво отвечает всем современным стандартам. Теперь местным жителям нет необходимости выезжать за пределы поселка, чтобы получить полноценное медицинское обслуживание. Взрослое и детское отделение, неотложная помощь, прием узкопрофильных специалистов, инновационное оборудование. Раз, два, три! Ура! Строительство поликлиники затянулось. Виной тому недобросовестный застройщик, который не смог выполнить свои социальные обязательства. Благо, строительную компанию удалось сменить, и дело сдвинулось. За процессом возведения медицинского учреждения следили представители партии «Единая Россия» и лично депутат Московской областной думы Владимир Жук. Вообще развивается в целом Подмосковье, и каждый муниципалитет развивается в своем направлении. И одна из самых высоких динамик – это как раз в Ленинском городском округе. Кроме жилых домов, которых мы видим много, строится с высокими темпами и социальная инфраструктура. Это школы, детские сады, больницы, поликлиники. И сегодня лишнее подтверждение этим словам. Здание светлое и просторное. Предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Есть уютная комната матери и ребенка. Очень рада, что открылась новая поликлиника. Во-первых, и детская, и взрослая. Потому что и с детьми приходилось ездить, хоть и видно. Теперь вот открывается поликлиника. Мы, конечно, все очень рады. И пенсионеры, и мамаши с детьми, что можно будет прийти. И большой набор врачей. Жители моего избирательного округа теперь очень рады. То, что в шаговой доступности теперь есть место, где можно сделать и профилактику, и обследование провести. И все должны жить счастливо и здорово. Приятным бонусом для маленьких пациентов стало открытие на территории поликлиники «Доброй комнаты». Проект партии «Единая Россия». Оборудованное помещение для комфортного пребывания детей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ругосадовская, Витлитва. Скоро школьники опять сядут за партой. Сейчас самое время узнать, насколько готовы образовательные учреждения к новому учебному году. Этим и занялись депутаты партии «Единая Россия». Вместе с ними наш корреспондент Дмитрий Книга. Накануне 1 сентября депутаты партии «Единая Россия» совместно с родителями учащихся проводят осмотры школ на предмет готовности к новому учебному году. Во втором корпусе Видновской школы номер 2 побывала муниципальный депутат Мария Гаевская. Директор учебного заведения Кирилл Роганов рассказал о работе медицинского кабинета. Также делегация посетила кабинеты химии и технологии. С родителями пообщались, конечно, недовольны, остались состоянием школы. Все чисто, аккуратно, красиво. Это самое главное, наверное, встречают по одежке. Поэтому в целом школа в хорошем состоянии и к 1 сентября готова. А Видновский художественно-технический лицей посетил депутат Совета депутатов Ленинского округа Павел Русаков. Начался осмотр с пришкольной территории. Затем собравшиеся проследовали внутрь здания. Кроме учебных помещений делегация проверила столовую и спортивный зал. Один из главных видов спорта, получивших развитие в лицее – гиревой. Наш учитель физкультуры Виктор Анатольевич Ус, который развивает этот спорт в рамках не только нашей школы, но и привлекает всех жителей округа, показывая интересные стороны данного направления. По итогам проверки депутаты и родители отметили хорошее материальное оснащение учебных заведений и высокую готовность школ Ленинского городского округа к началу нового учебного года. По их словам, учиться в таких условиях – одно удовольствие. В школе в целом тоже все готово к приему детей, столовая в порядке. Самое главное – это же питание у нас, спортзал. Причем во многих школах такого спортзала-то нет, как здесь. Причем вот этот гиревой спорт – это же уникальная вещь, на самом деле она очень сложно технически выполнима. Родительская приемка – ежегодная акция, которую проводит «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Новая школа». Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ Музей-заповедник «Горки Ленинские» вместе с Музеем Хата и при поддержке Российского института театрального искусства представил выставочный проект, который получил название «Здесь Немирович. Театральная история в горках». На первой экскурсии по новой экспозиции побывала наша съемочная группа. История жизни и творчества Владимира Ивановича Немировича Данченко и сегодня вызывает живой интерес у самой широкой публики. На время личные вещи, фотографии и документы из квартиры Немировича Данченко в Гленищевском переулке Москвы переехали в музей «Горки Ленинские». Папа у него был военный, подполковник, служил в Грузии, познакомился там с Александрой Каспаровной, Егубян. И на свет появились четверо детей. Все дети были очень талантливые. Зинаида Морозова, до революции владевшая усадьбой «Горки», была вдовой промышленника и мецената Савы Морозова, одного из основателей Московского художественного театра. Немирович не был здесь фактически, но связь между горками Ленинскими, Зинаидой Григорьевной Морозовой и Немировичем Данченко, ну, МХАТом в глобальном смысле слова, и Немировичем конкретно, она, конечно, есть. Выставочный проект «Здесь Немирович. Театральная история в Горках» расположили в северном флигеле усадьбы. Всего в экспозиции представлено около 200 предметов. За каждым из них скрывается живая театральная история. Сюда мы привезли вот такой кувшин, здесь вот видите, гравировочка есть, родному Владимиру Ивановичу. Это подарок актеров музыкального театра имени Немировича Данченко, как он тогда именовался, в честь премьеры оперы «Северный ветер». Интересный интерактив, который доступен посетителям экспозиции – репринтные варианты писем Немировича Данченко. Здесь можно прочитать переписку с голливудскими студиями, Чеховым, Горьким и другими знаменитыми людьми первой половины 20 века. Куратором выставки стал студент ГИТИСа Мартын Степанов, который уже имеет большой опыт оформления театральных постановок. И он придумал вот эту историю, что Владимир Иванович Немирович Данченко как бы приезжает наконец в гости в горке к Зинаиде Григорьевне и обосновывается в ее гостевом флигеле. Поэтому гостей на входе встречает такая театральная инсталляция из этих старых чемоданов, когда гость приезжает и распаковывается. Проект приурочен к столетию музея МХАТ и 125-летию Московского художественного театра. Работать экспозиция будет до конца года. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. 19 августа в горках Ленинских откроется девятый международный фестиваль «Джазовые сезоны». Продлится он два дня, которые обещают быть крайне насыщенными. Что ждет меломанов и гостей праздника узнаем у организаторов фестиваля. В этом году благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области мы решили сделать две сцены. Будет сцена на Большой Поляне, будет сцена рядом с усадьбой. И это означает, что мы сможем принять еще больше зрителей. Площадь фестиваля вырастает и еще больше артистов выступят на фестивале «Джазовые сезоны». Перед зрителями выступят Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель, Белиз Бэнд и многие другие. Помимо музыкальной программы на фестивале пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, а также спортивной активности. Приходите, будет очень интересно. А теперь рубрика «Афиша», и мы расскажем, что еще ждет наших жителей в предстоящие выходные. В субботу, 19 августа, в Центральном парке города Видное масштабно отметят «Яблочный спас». В 15 часов здесь начнется фестиваль-конкурс «Яблочная рапсодия». Гостей мероприятия ждет игровая программа, ярмарка, мастер-классы, мобильная фотостудия и, конечно, большой праздничный концерт. А сотрудники досугового центра Дроздова в субботу подготовили для детей веселую спортивно-игровую программу «Поймай мяч». Ребят ждут в 15 часов. В воскресенье, 20 августа, в 12 часов в Молоковской библиотеке пройдет турнир по настольным играм, а в 17 творческий мастер-класс «Рисуем с дядюшкой Римусом». Куда уходит лето, программа под таким названием пройдет для людей преклонного возраста в воскресенье в Центральном парке, начало в 16 часов. Вход свободный. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.